Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Noi 2000 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 289 тысяч километров. Не успел убрать одну машину, товарищ сразу притащил вторую. На ходу двигатель заглох и стартер крутит легко. Я предполагаю, что порвался ремень горы. Но здесь хорошо клапана не гнет. Сейчас откручиваю крышку, сниму и посмотрим. Откручиваю 4 болта головка на 10. Раз, два, три. А вот здесь под генератором 4. Выкручиваю. Болты выкрутил и снял. Здесь клипсопроводки, отсоединяю ее. Диrin. Податки. Один. Болты. Болты. Один. Диrin. Один. 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 Ремешок даже далеко лезть не пришлось, сразу видно. Все, обе клипсы крепления проводки отсадили, крышку снял. Снимаю приводные ремни, откручиваю шкив коленвала, снимаю вентилятор. Сейчас камеру переставлю, освещение добавлю и продолжаем. Снимаю патрубок воздуховода, ослабляю хомуты. Зачем мне снять патрубок, а чтобы внизу добраться до гидроусилителя и ослабить ремень. Так, патрубок ослабил, здесь я его сдернул. Откручиваю два болта головка на 12, вот этот компенсатор, и вместе с патрубком его подниму. Выкручиваю. Оба болта выкрутил, снимаю воздуховод. И вытаскиваю его. Вот натяжитель гура, ослабляю гайку, ослабляю болт и у меня ослабится ремень. Но перед этим, сейчас беру, откручиваю четыре гайки. Накидной ключ на 10. Также ослабил болт натяжителя, головка на 12. И вот здесь сзади болт, тоже головка на 12 ослаблю. И у меня ремень генератора ослабится. Смотрю, снизу подтеки масла, начал быстрее всего сальник коленвала подбегать. Поэтому надо будет его тоже заменить. Снимаю вентилятор. Откручиваю. Гайки ослабил, а чтобы их не уронить, беру магнитик и рядом с гайкой держу. Кручу гайку. И она открутившись уже не упадет, а просто на магните останется. Скидываю вентилятор. Он здесь выходит нормально. И скидываю шкив. Честно говоря, даже и не ослаблял. Гур сошел так. Теперь снимаю ремень с генератора. Хотела упасть камера. Ремень грибин. Ремень грибин. Ремень грибин. подшипники уже шуметь начали поднял автомобиль здесь по идее должна быть крышка лючок чтобы зафиксировать маховика ее нету вот видно сальник побежал и побежал буквально недавно еще не успел все маслом ну не этим грязью закидать отдел вот такой вот инструмент на шкив держу и головка на 19 откручиваю болт шкива надеюсь откручу о все открутил вот такая петля ри с ремня откручиваю снимаю шкив шкив здесь на шпонке сидит поэтому все шкив снял откручиваю крышку и снимаю крышку 5 болтов открутил проводку здесь сбоку отсоединил крышку отодвигаю и снимаю ремень выдергиваю снимаю шкив ремня ГРМ вот этот хоть легко снялся смотрю какой сальник подтекает да сальник коленвала не сальник маслонасоса сальник коленвала просто устал еду за новым ремнем и за новым сальником меняю и собираю все обратно что там с роликами ролики живые ролики не трогаем еще раз к тому что сальник недавно побежал он еще даже на ремень не попал ремень сухой только начала по низу блока по поддону растягивать ремень 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 просто порвало состояние ремня я не скажу что состояние ремня то плохое было визуально его не поймешь потому что вот я его переламываю у него ни с одной ни с другой стороны заломов нету попробую порвать высох разорвал его руками что за ремень стоял маркировки уже и не осталось маркировки не осталось а нет осталось хваленый гейтс грузовик проехал гейтс маркировка вот так вот это ремень который должен ходить 100 тысяч километров пробега вытаскиваю старый сальник здесь сверлю отверстие закручиваю саморез обычный кровельный саморез поддеваю выдергиваю сальник поддеваю выдергиваю сальник сальник просто задубил фирмы ног он если взять его просто пластиковый беру новый сальник устанавливаю на место привезли сальник привезли ремень сальник нашел только фирмы ристик размер 42 60 на 7 вот он сальничек мягенький свои 50 тысяч он отходит беру устанавливаю его на место беру оправочку и утапливаю в принципе посадка у него легкая можно осадить полностью руками если посмотреть я его поставил руками пальцами задавил одеваю на место звездочку горлин опускаю автомобиль опустил автомобиль отсюда показать будет лучше сейчас попробую вот так вот навести так вот шпонка вот чуть левее шпонки зуб и вот метка напротив этого зуба считывающий зуб на датчик коленвала и рядом вот она метка ее совмещаем вот с этим отливом получается шпонка коленвала смотрит вертикально вверх и вот этот отлив совмещаем с этим пропилом всего у нас коленвал стоит по меткам распредвал сейчас освещение добавлю вот так вот сделаю распредвал чуть чуть правее поворачивая вот пропил а здесь отверстие совмещаем это отверстие с этим пропилом ну и для пущей важности мы можем поставить сюда совместить теперь освобождаем болт ролика ролик натягиваем и болт подтягиваем вот этот болт ключ на 14 ослабляю и вниз его утапливаю и зажимаю болт вот окошко есть можно ключик в данном случае на 10 вставил отжал и чуть-чуть просто подтянул чтобы он стоял беру новый ремень устанавливаю на место новый ремень фирмы кантитэч заказали вернее то что было срочно надо было сети 999 на 163 зуба вот такой вот ремешок 14 11 21 свежий ремень как это четверо вот если посмотреть вот так устанавливается ремень эта сторона должна быть плотненько по коленвалу метки должны совпадать эта сторона она свободна сейчас освобождаю болт натяжителя все натяжитель получается натянул но чтобы перепроверить мне нужно коленвал провернуть натяжитель пока болт чуть-чуть поджимаю не сильно и проворачиваю коленвал здесь болт шкива я живу мне надо прокрутить и проверить метки остались ли они в этом месте когда компрессия обратно давит ремень ослабляется поэтому беру зажимаю теперь немножко рукой его подтягивая не только одной пружины и зажимаю делаю два оборота коленвала один оборот распредвалом получится видно компрессия есть так один оборот коленвала сделал сейчас возвращаем распредвал по метке и проверяем коленвал вот так вот все стоит и проверяю коленвал смотрим по именно шпонки и по отливу да все коленвал стоит можно ставить крышки снизу устанавливают эту шайбу теперь закрываю нижнюю крышку и прикручиваю ее а затем ставлю шкив коленвала не хочет стоять камеру хочет упасть вот так вот только могу поставить вот так вот тяга в общем так вот что Наживляю, прикручиваю ее Все, крышку я установил Шкив коленвала я установил И точно так же ремнем затянул Здесь просто уже не показывал Камера все упасть хочет Рукой закрывал все Сейчас устанавливаю на место Шкив Проходной вот этот Ставлю ремень И ставлю электровентилятор То есть электровентилятор В вискомуфту Здесь я как говорил Стрелку рисовал Но сначала надо Ремень генератора поставить Ремень генератора тоже стрелку рисовал Стрелки Я писал Мой мать звучит Все, этот ремень поставил, теперь ставлю этот. Сейчас посмотрим, я его не ослаблял, может быть придется ослаблять, а может и так станет. Вот я так его выделил. Ставлю вентилятор. Наживляю и прикручиваю гайки. Гайки все четыре наживил, но пока еще не затянул. Ремень здесь у меня свободен. Пока он свободен, тоже не натянул, я сразу вставлю крышку. Нажимаю ремень и крышку устанавливаю. Здесь провод в сторону убираю, чтобы она под крышку не попала. Здесь вот такой отлив. Вот за этот уголок надо просто завести в первую очередь. Вот так вот. А потом только здесь проводку убрать. Вот и все. Верхние болты здесь длинные два. Один, второй. Здесь получается длинный болт. А, здесь короткий болт перепутал. А вот здесь под генератором тоже длинный болт. Притягиваю. Крышку притянул и этот вентилятор, я все его электровентилятором хочу назвать, затянул. Устанавливаю на место патрубок. С Yet psiанный. Крышку. Ры Ры Зажимаю хомуты и прикручиваю два болта, наживляю и затягиваю, а после этого уже натяну ремень генератора и можно будет попробовать завести. Хомуты затянул, болты притянул. Здесь генератор, там можно его и не поднимать, можно просто вот этим болтом натяжку и сделать. Речь отлично неудобно. А после того как уже натяну, задним болтом затяну, зафиксирую, видно что ремень натягивается. Все, ремень натянул. Почему так смело натягивал? Здесь сбоку вижу метку, как он стоял. И сзади болт подтягиваю. Все, зафиксировал. Пробуем запускаем. Проверю. Уровень нормально. Максимум. Максимум. Вот и все. Двигатель завелся. Чем хорош этот двигатель? При обрыве ремня не гнет клапана. На этом все. Замену ремня ГРМ, а также попутно сальника коленвала переднего я закончил. Всего вам доброго. Продолжение следует.